Думает администрация о социальном жилье? Думает. Значит, на следующий год мы сейчас, так скажем, интенсифицируем усилия по вводу жилья. Конечно же, прежде всего это коммерческое жилье, но тем не менее, вот сейчас у нас идут переговоры по 97-й серии, так скажем, это реализованная серия, такая же, как по Вайнера, как реализовала ее компания Альфастрой. О том, чтобы, так скажем, администрация получила часть квадратных метров в качестве своего жилья для того, чтобы потом реализовывать эти программы. То есть у нас есть проблема с удержанием здесь медиков, чтобы не уезжали, так скажем, из действующих лечебных учреждений, потому что эта проблема существует. И практически ежемесячно ко мне обращается тот или иной главный врач о том, что нужно удержать того или иного специалиста. С этим есть проблемы, в том числе, конечно, и с учителями и так далее. Такие планы у нас есть. Что касается непосредственно планов по введению жилья, то хочу сказать, что в следующем году, то есть планы уже на следующий год, в конце октября будут объявлены аукционы по земельным участкам, где снесли дома на Диносе. В частности, вот и Ефим Иосифович Гришпун, мы говорили об этом, значит, изъявил желание о том, что они будут участвовать в этом аукционе. И там будет строительство трехэтажных домов. Почему трехэтажных? Это да, малотажное строительство, не подлежащее экспертизе. То есть там будет введение порядка 5000 квадратных метров. В том числе на Диносе мы также хотим выйти на аукцион уже по многоэтажному дому. Ну, то есть это там порядка 16 этажей. Плюс вот мы сейчас рассматриваем участок, как это будет возможно Гагарина Трубников. Вот в качестве именно частично, чтобы там было социальное жилье. Частично. Есть еще несколько проектов, которые должны реализовать тот же Альфастрой. Потому что вот мы подписали ГПЗО по Ленина. Это планируется три 16-этажки. Это напротив пруда, там внизу. Ну, еще есть несколько проектов. Конечно же, задача области, выставленная Переуральску, это порядка 63 тысяч квадратных метров в год. В этом году мы сдадим, должны будем сдать, мы планируем 38 тысяч. Для сведения, в прошлом году мы сдали 31 тысяч. Ну, мы очень надеемся, что если в 13-м году, то есть, скажем так, у нас не получится план, план наверстать, то в 14-м году, то есть, будет введение именно тех реализованных участков, которые мы вот реализуем, либо сейчас в конце года, либо в начале 2013-го. Я имею в виду, в том числе, и участки на Диносе. Вот. И в 14-м году мы должны будем получить достаточно существенные квадратные метры по вводу жилья. Плюс еще следующий момент. В следующем году мы участвуем в программе по переселению из аварийного ветхого жилья. То есть, мы сформируем спрос, то есть, покупать квадратные метры, поскольку по этой программе единые денежные выплаты не предусматриваются. То есть, в любом случае, выселяемым гражданам нужно будет предоставлять непосредственно жилье. То есть, вот мы как раз-таки буквально недавно обсуждали это, у нас будет в ближайшее время совещание, то есть, каким образом мы будем строить свою политику в 13-м году именно по приобретению квадратных метров, и в том числе, как мы будем работать застройщиками. Потому что в ближайшее время мы всех застройщиков хотим позвать и, то есть, уже посмотреть на их планы и сформулировать, в том числе, и свои. Вот на этом совещании, о котором вы сказали, что область планирует, так скажем, такой принципиальный подход. 50 на 50 финансирование сетей, это по строящимся домам. Но при условии, что муниципалитет, если будет участвовать в подобной программе, он должен ответить, что именно этот дом, то есть, дом, к которому подходят сети, должен быть реализован, то есть, соответственно, ввод квадратных метров. Вот в том числе, будем обсуждать и эту тему застройщиками.